Елена, скажите, а нужно ли помогать ребенку, первокласснику делать домашнее задание? Вот некоторые учителя считают, что ребенок должен все делать уже в первом классе самостоятельно, а тем более, что не такие уж сложные задания там даются в первом классе. Многих родителей этот вопрос интересует. Больше того, скажу, он обсуждается и на родительских собраниях, и педагоги высказывают свое мнение, родители озвучивают свой опыт, как это получается. Сейчас очень популярна проектная деятельность, и очень многие родители вместе с детьми участвуют в работе над проектами в первом классе. И это отнимает массу времени, массу энергии у родителей. И порой, ну, я сталкивалась тоже с этим, допустим, беседую как мама, родители говорят, господи, мы замучились делать проекты, это мы делаем проекты, а не наши дети. Так тоже бывает. Нет, ребенок, если он просит поддержки и помощи, ну, допустим, он говорит, там, мам, пап, я не понимаю, объясни. Ну, нелогично же сказать, что все, ты пошел 1 сентября в первый класс, больше тебе помогать не буду, правильно? Делаю все сам. Мы же, если так же ребенок придет к нам на кухню, да, допустим, там, к мамам и скажет, там, я не знаю, мам, научи меня резать хлеб. Мы его же не откажем, поможем ему, там, возьми, ну, так, там, это безопасно, возьми досточку, да, возьми, там, изделие, там, сделай так. То есть мы учим ребенка, мы помогаем. Мы всегда готовы помочь своему ребенку. Как же мы можем ему отказать, допустим, в выполнении домашних заданий? Ну, опять же, смотрите, нарезать хлеб за ребенка или помочь ему правильно взять нож и подготовиться к этому? Это разные вещи, да. Сделать за ребенка уроки, да, или сопровождать его и включаться только тогда, когда у него действительно недостаточно знаний или навыков, да, сопроводить ему, помочь, овладеть чем-то новым. Это разные вещи. Когда мы видим, что ребенок может это сделать, ему это по силам, он действительно это получается. Мы можем не делать за него, но дать ему какую-то поддержку. Ну, например, ему сказать, ты молодец, я знаю, у тебя это получится, а попробуй еще раз, да. То есть иногда достаточно даже вот каких-то таких слов для того, чтобы ребенок с новой силой начал что-то делать. Я, можно, расскажу один случай? Конечно. Значит, я находилась некоторое время на адаптации. Детки, приходившие в первый класс, я наблюдала за их адаптацией, как это происходит на протяжении нескольких лет. И один случай меня очень сильно воодушевил. Ребенок сам показал мне, да, вот как это бывает в жизни, как это правильно. Значит, дети делали задание, учитель дал в течение урока задание деткам. И они должны были на протяжении там нескольких минут выполнить это задание. И к концу там трех или пяти минут выдать результат определенный. И получалось так, что время тоже было обозначено. То есть дети могли наблюдать, что вот стрелочка двигается так, у них осталась там одна минутка, две или три. И я увидела, как один ребенок, выполняя задание, что-то у него не получалось. То у него сломался карандаш, значит, ему нужно было найти новый, а время идет, и он это наблюдал. То, значит, какая-то что-то у него там не складывалось до конца в его умозаключениях, размышлениях. Значит, он возвращался к предыдущему шагу. Он говорил сам себе вслух. У тебя получится, ты успеешь. У тебя получится, ты успеешь. Он делал это так настойчиво, знаете, вот поддерживая сам себя. То есть я понимала, что эта фраза идет от кого-то из его близких, но он настолько интуитивно ее вспомнил и помогал. Сам себе прямо психологическую помощь оказывал. Абсолютно точно. И вы не представляете, как я радовалась вместе с ним, когда он понимал, что вот она стрелочка там, где нужно. Он успел к этому финалу, у него получилось, пусть там не все в каком-то идеале, но у него получилось. И когда он понял, что у него вот тот результат, который должен быть, и у него все сложилось, он просто сам себя вот буквально обнимал. Понимаете? Я когда увидела эти моменты, да. Я понимаю, что насколько вот дети могут показывать нам, что им нужно. То есть именно вот такую поддержку мы можем дать. И этого, может быть, будет достаточно для того, чтобы ребенок сделал домашнее задание, сел, почитал, выполнил там что-то еще, ну как-то вот включился в этот учебный процесс. Иногда этого достаточно. И это уже помощь.